Привет, милашки! Вы на канале Кьютон Чанел. Если ты еще не подписан на мой канал, то милости прошу, у меня тут много интересных видосиков. Если вы смотрели видео о том, как я убираю в своем шкафу, то вы уже наверняка знаете, что я выбросила просто огромное количество одежды, ну как мне кажется, для этой уборки. И сегодня я вам покажу, что я выбросила. Поэтому оставайтесь на канале, будет много интересных экземпляров. Начну я с видео со своих самых любимых футболочек, которых я носила очень-очень долго. Даже снимала видео на YouTube о том, что я ношу летом. Если вы захотите посмотреть видео, нажмите подсказку, вам выпадет подсказка с видео. Вот такая кофточка, она достаточно была свободная, достаточно удобная. Такая же у меня еще осталась зеленая. Я взяла две одинаковых. Единственное, вот эта была больше размером, зелененькая поменьше размером. Вот такая зеленая еще футболочка. Прошло уже достаточно много времени, они отлично износились. Платила я за них какие-то копейки. И пришло время с ними расстаться, потому что я их даже использовала дома. Но уже подоели, поэтому избавляемся. Следующая кофточка сделана из велюра. И я ее тоже достаточно хорошо относила. Но у нее есть большой минус. У нее плечики открыты, поэтому шлейки видны. И на нее очень сильно садится всякая грязь и пыль и шерсть котов. Поэтому я тоже от нее избавляюсь. Она была достаточно удобной, хорошей на лето. Она мне подходила как и для работы, так и для каких-то мероприятий под юбкой или джинсы. Но, увы, я ее больше не ношу. Поэтому тоже ей пора сказать до свидания. Если вы считаете, что некоторые вещи недостойны, чтобы их выкинуть, напишите мне об этом в комментарии. И, возможно, я изменю свое решение. Жду ваших комментариев. А эту кофточку я покупала давным-давным-давно для того, чтобы ходить не на работу. Но так сложилось, что на улицу я ее ни разу не надела. А один раз ее надела на танцевальную вечеринку. Своего коллектива, где я участвовала. И протанцевала там один танец. И с того времени, прошло уже 2 года, я ее не ношу. У нее укорочены рукавчики. И она сама по себе не симметричная. Легенькая, достаточно просторная. На лето, на теплую весну. Это просто идеальный вариант. Но так как она у меня тоже пылится в шкафу. И на нее все просто накапливается. Вся пыль и грязь. Я тоже хочу выбросить. Но она мне нравится. Вот как вы думаете, избавиться от этой кофточки? Или все-таки подумать и ставить ее? И как вообще, с чем ее можно скомбинировать? В этот раз моя рука коснулась так же базовых вещей. И выбрасываю вот такую простую кофтовку в черную футболку. Вроде бы казалось, что в ней не так, да? В ней я очень хорошо отходила на танцы. Она мне очень хорошо спасала. Но так как у нее не вестируются уже вот эти вот зоны там, где подмышки и дезик. И впрочем, она не держит особо форму. Я решила от нее избавиться. Дома тоже ходить не хочу. Как-то рука не тянется. Все. До свидания, Гаврини. И уедаем. А этот свитерок я брала для того, чтобы целенаправленно ходить в нем на работу. Мне понравилась его расцветка. Это цвет хаки, насколько я знаю. Сам кросситерка прикольный. У него перед, короче, зад немножко длиннее. И рукавчик вот здесь как будто гофрированный. До первой стирки эта кофта была просто шикарная. Я даже один раз могла сходить в ней на работу, сделать селфи в инстаграм. Но после стирки она стала просто в ужаснейшем состоянии. Очень сильно растягивалась. Я ее решила оставить как домашнюю одежду. Поносила два раза. И она у меня лежит без дела. Тоже решила ее выбросить, потому что она никуда не годится. Еще одна летняя вещь. Это вот такая мальчика. Она практически прозрачная. У нее есть, конечно, вот здесь вот подкладочка. И летом мне вроде бы не жарко. И она синтетическая. И вроде бы красивая. И вроде бы нет. Какая-то невнятная майка еще с таким вырезом. Я не очень такое люблю. Да и мне такое не идет. Тоже поносила буквально пару раз. Сфотографировалась в инстаграм. И все. Она у меня висит без дела. Учитывая, что у меня полно просто летних маек. Ее я тоже выкидываю. Девочки, вы носите платье? Если да, пишите мне. Я лично не ношу платья. Но у меня есть пару вариантов для того, чтобы сходить куда-то на мероприятие. Или на день рождения. Или в кафе. Но это бывает очень редко. Поэтому у меня как висели эти два платья, так и висят. Их я не трогаю. Но у меня еще есть три платья, которые я вообще в последнее время не использую. И сейчас смотрю на них и понимаю, зачем я вообще их брала. Первое. Это даже было не платье. Мне показалось, что это туника. Меня она завлекла своей текстурой. Она тоже вот как вафелька. И с дырочками на плечах. Это очень красиво выглядит. И на тот момент, когда я покупала эту кофту, это было очень-очень модно. Она на самом деле длинная. Но я очень высокая. И моя длина этой кофты заканчивается ровно на месте, где заканчивается попа. То есть ее носить просто так я не смогла бы. Поэтому я решила купить кружево и дошить его вниз, так как будто это платье так задумано. И что вы думаете? Я ни разу никуда ее не одела. Эту тунику платья. Она у меня так провисела в шкафу. Единственное, по-моему, я один раз с ней сняла видео. И то не помню, это было или нет. Это платьица мне очень жалко выкидывать. И я, наверное, еще подумаю, буду ли я от него избавляться. Во-первых, у него красивый красный цвет. Оно сидит шикарно по фигуре. И мне нравится этот валанчик. У него классная длина для моего роста. Оно очень приятное к телу. Это платье я покупала специально для своей танцевальной вечеринки. Когда можно было переодеться в что-то красивое. Сделать прическу. Нарядиться. И это платье я покупала в секонд-хенде за 20 биллинг. Представляете? Были еще такие цены. И это даже какой-то бренд, я так понимаю. Потому что билочка сделана качественно. Самоплатье сапошито качественно. Но, опять же, один раз я сходила в нем на эту вечеринку. Оно у меня висит. Сделала пару фоточек. И на этом все. Но, мне кажется, мне стоит его оставить. Как вы думаете? Напишите свое мнение. Пожалуй, я, наверное, его приберегу. А если пройдет год и я не буду его надевать, то я его выброшу. Эта платьица черного цвета тоже бралась ради одного раза на ту же вечеринку. В этом палате я танцевала танец, которым мы учили. И нужно было что-то такое разлетающее, красивое. И оно классно село. Просто идеально, шикарно. Я еще надевала кетры, надевала капучки. Красивое платьице, на самом деле. Спереди я еще дошивала вставочки, чтобы бюст не разъезжался. У него прикольная ткань. Ну, это, конечно, синтетика. Но такая струящаяся синтетика. Очень красивая. Тоже не знаю, куда я в город в этом не выйду. Ясно, я никуда на вечеринку не выйду. Но мне так жалко его выбрасывать. Тоже буду думать по поводу того, избавляться от него или нет. И тоже мне стоило каких-то 15 гривен на каком-то секонд-хенде. Дальше я вам покажу юбку. У меня вообще с юбками разговор прост. Если юбка облегающая, красиво подчеркивает попу и хорошей длины, я ее оставляю. Если же юбка расклешенная, то я сразу говорю нет. Потому что у меня широкие бедра и большие пышные юбки на моих бедрах смотрятся просто ужасно. Не добавляют мне объема в этом месте. И это некрасиво, учитывая, что у меня тонкая талия. Куда смотрели мои глаза, когда я брала эту юбку, я не знаю. Потому что бедра у меня не уменьшатся. А юбку я купила. Покупала я ее тоже на танцы. У меня 90% гардероба для танцев. Вот такая классическая черная юбка. Единственное, что она пышная. Знаете, для такого, чтобы плотину, танцевать, какие-то такие танцы. Она достаточно увесистая. Она хорошо сидит. Она слишком уж увеличивает мои бедра. Я вам вставлю видео, посмотрите. Тоже пролежала у меня порядка полтора года. Я ее никуда не надела. На танцы не надела. Поэтому до свидания. В этот раз руки пришли мои к тому, чтобы выкинуть одни джинсики. Ну как выкинуть? У меня жизнь у всех джинс такова. Я их поносила, обрезала под шорты, выносила шорты, выбросила. В принципе, это достойная жизнь для джинсов. В этот раз вот эти джинсы у меня тоже отправляются на шорты. Они жутко растягиваются. Они короткие мне. Как-то вот мне с ними не сложилось. Сами по себе красивого цвета, на попе хорошо сидят. Будут они мне превращаться в шорты. Вот, собственно говоря, одни из таких шорт. Это были когда-то штаны. Я их носила еще на первых курсах института. А это было, извините, лет 7-8 назад. В общем, дофигашечки лет назад. Я их до сих пор влажу. Сейчас, конечно, это очень-очень трудно. И я их и рвала, и обрезала в них карман, нашивала кружево внизу. То есть, им уже столько лет, я их столько раз носила, что уже все. Я просто не могу на них смотреть. Они мне, во-первых, надоели. А во-вторых, я их еле защипнула сегодня, чтобы показать вам, как я в них выгляжу. Но, опять же, вторая жизнь джинсам. Это шорты, это как раз. Также сегодня я расстаюсь со своей юбочкой, которую я любила тоже очень долгое время. Она у меня служила верой, правда, и тоже около 4-х плюс-минус 5-ти лет. Изначально она была простой джинсовой юбкой, но когда наступала мода дырок, страз, наклеек, она у меня прошла все эти этапы взросления. И в итоге она у меня осталась вот такой, с дырками, с кружевом. И тоже без заднего кармана. Сидит она просто как полетая. Длина у нее отличная, но она у меня уже настолько надоела, что я просто не могу на нее смотреть. Да и, мне кажется, она всем уже надоела, потому что летом я носила только ее. Я купила себе уже другую юбку. Если я вдруг захочу джинсовую юбочку, я пойду в магазин. Слава богу, у нас уже есть такой магазин и куплю. Но юбка была просто бомбезная. Это бренд Папайя, запомните. Джинса просто отличнейшего качества и по размеру села идеально. И напоследок выбросила свои перчатки, которые покупала в Авроре, потому что уже стерлись в дырку, но перчатки были достойные. Шапку, которую покупала тоже 100 тысяч лет назад. Очень огромная, неутопная и нетеплая. И пару шарфиков вот таких тоже идут на выкидку. С одеждой мы закончили. А теперь, девочки, я вам покажу, что я выбросила с обуви. Здесь у меня достаточно много обуви, потому что в основном я укидываю одежду, обувь никогда не чищу. Но в этот раз мои руки дошли до этого. Сейчас я вам покажу, что я выброшу. Много лет назад я купила себе кожаные ботинки, чтобы в них было удобно ходить осенью, в холодное время, в дождь. Вот эти ботинки. Они кожаные и, по-моему, они даже брендовые. Это бренд Карла Пачини, по-моему. Я их тысячу раз выставляла в своем инстаграм. Очень долго в них ходила. Но у них есть такое большое косячище, что я их просто из-за этого оставлять не хочу. Из-за того, что у них здесь доуженный носочек, а у меня нога широкая, они мне просто жутко давят. И ходить в них просто одно убийство. Поэтому я от них избавляюсь. Вообще не жалею. Не покупайте неудобную обувь, если изначально вам она не понравилась. Ну, а вот эти дрожжочки я выброшу просто без зазрения совести, потому что они мне прослужили верой, правдой. Покупала их тоже около трех лет назад за каких-то 300 гривен. Отходили идеально просто. Я их истирала. И что я с ними только, в общем, не делала. Я еще, кстати, даже на канал снимала видео про покупки свои. И там они были новые. Люблю дешевую обувь, но качественную дешевую обувь. Потому что ее не жалко, вроде бы, знаете, и выбросить. Но она отслужит свои деньги. Именно вот как эти кроссовочки. Когда-то давно у нас в городе был открыт магазин Kari. Это, по-моему, китайская или японская обувь. В общем, тоже самая-самая дешевая. Но, в принципе, там были хорошие модельки и хорошего качества. Я зашла и купила там вот такую пару обувь вместо резиновых сапог. Они красивого цвета. На тот момент были очень модные, актуальные. Но немножко, конечно, вот здесь поддавливает носочек. Потому что они не кожаные и не тянутся. Тоже поносила некоторое время. Простояли и избавляюсь. Ну и напоследок я вам покажу, что я выбрасываю из танцевального. Конечно, как же без танцев. Вот такие туфли у меня есть. Они изначально были коричневые. Вот такого цвета, как стелька. И я в них выступала на сцене ни раз, ни один год, ни один танец. Они суперудобные. На удобном каблуке для моего роста, чтобы я не отличалась от остальных девочек. Но потом мне стало скучно. Я взяла, купила в Авроре блестки. И на прозрачный лак обсыпала их всех блестками. Они, конечно, уже в ужасном состоянии. Все поопадало. Но на сцене я выглядело красиво. Уже солнышко меня прогоняет. Ну, в принципе, сейчас я закончу видео. Потерпите, пожалуйста, такой ракурс. Последний лот, который я сегодня выбрасываю. Вот такие сандальки. Если вы спросите, зачем я их вообще покупала и сейчас выбрасываю. Тут, конечно, опять логики никакой. У нас был отчетный концепт. И нужно было что-то красивое под яркий красный костюм. Я подумала, а что может быть лучше вот таких сандаль. Я купила эти сандали в секонд-хеде за 10 гривен на минуточку. Но я ни разу в них никуда не ходила и не танцевала. Потому что у них неудобный каблук. Опять же, чем я думала, я не знаю. Они у меня также пролежали. Я понимаю, что я ходить в них никуда не буду. Танцевать я в них не буду. Отдать мне некому, что у меня сороковый размер ноги. А у меня все подружки ниже меня. Поэтому я от них избавляюсь. Вот такая история ненужных вещей. Ну, вот и все. Я все вам рассказала, показала. Напишите, пожалуйста, что бы вы из этих вещей выкинули. А что бы продолжили носить. Или что бы вы вообще с этими вещами сделали. А я пошла отдыхать. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова